Летний сезон, прекрасная пора. Все отправляются поближе к воде, а о безопасности почему-то забывают. Вот об этой самой безопасности мы сегодня и поговорим в нашей студии. Начальник отдела безопасности людей на водных объектах, главного управления МЧС России по Югре Ольга Кашкарова. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, какие мероприятия вы проводите на воде, чтобы предупредить трагедию? Для предупреждения гибели людей на воде, во-первых, мы проводим профилактические мероприятия, совместные профилактические рейды в местах, не оборудованных для купания, где отдыхающим разъясняются правила поведения на воде, распространяются памятки и листовки, которые помогут им в дальнейшем правильно действовать на водоемах. Органами местного самоправления ведется работа по оборудованию пляжей для купания населения. Также выставляются запрещающие знаки в местах, где купание запрещено. Также ведется информационная работа с населением в средствах массовой информации и выставляются спасательные посты в местах, не оборудованных для купания. Чтобы предупредить, необходимо в любом случае озвучить ситуацию по поводу гибели людей сейчас на воде. Какая сейчас она, эта ситуация? На сегодняшний день с момента вскрытия река Тельда зафиксировано два случая гибели людей. Первый произошел в Нижневартовском районе, утонула женщина 88-го года рождения. Второй произошел в городе Урая. Во время рыбной ловли утонул мужчина 67-го года рождения, выпав из резиновой лодки. Если сравнивать с аналогией прошлого года, то на сегодняшнюю дату в прошлом году уже было 5 случаев гибели людей на воде. То есть мероприятия профилактические работают. Доносим до людей. Доносим. А детской безопасности какое внимание уделяется? Да, сейчас это особо актуально. Дети выходят на летние каникулы. Буквально сегодня у нас стартует акция совместная по «Мои безопасные каникулы», в рамках которой пройдет цикл различных онлайн-уроков для занятий, также мероприятия. Что касаемо подразделений государственной инспекции, мы проводим для закрепления навыков с детьми какие-то конкурсы, спортивные мероприятия, классные часы, участвуем в родительских собраниях, потому что все-таки в первую очередь детская безопасность должна прорабатываться в семье. И родители должны принимать меры, чтобы дети не оставались одни на водоемах, не допускать их нахождение одних у воды, обучать их плаванию и также вести с ними работу. Обучать, кстати, плаванию тоже очень важно. Я помню, как меня учили. Как? И все. А, там уже. Ну, видите, доплыл. Но наш регион, который насчитывает максимальное количество рыбаков, а это водители маломерных судов, их очень много. Вот какая работа ведется с этими самыми водителями маломерных судов? Для предупреждения о гибели среди судоводителей маломерных судов проводится, во-первых, это государственный надзор за пользование маломерными судами, также ведется профилактическая разъяснительная работа в ходе рейдов и патрулирований. Есть какие-то рекомендации? Что вы посоветуете жителям округа для того, чтобы избежать трагедии на воде? Во-первых, исходя из тех причин, которые существуют в округе, в результате которых происходит гибель, условно мы их делим на два блока, это гибель, связанная с отдыхом на воде, а также с эксплуатацией маломерных судов, то для отдыхающих, во-первых, при выборе места купания, это выбирать какие-то песчаные берега с небольшим уклоном, с плавным заходом. При выборе места купания провести небольшое обследование, то есть на предмет каких-то ям. Там случаются, когда люди хотят зайти в водоем, чтобы даже освежиться просто по колено, по пояс, неожиданно для себя оказываясь в каких-то ямах, они просто теряются и тонут, даже бывают на глазах у очевидцев. Паника, паника. Да, они просто не успевают сориентироваться, и резкое нахождение на глубине, ни в коем случае не нырять, особенно головой вниз. И вообще рекомендую пользоваться только специально оборудованными пляжами и категорически не купаться там, где установлены запрещающие знаки. Тут просто скажут, смотри, какое место. Нет никого. Пойдем купнемся. А вот водителям, судоводителям маломерных судов, какие вот меры? Для судоводителя в первую очередь это исключить употребление алкоголя при управлении маломерным судом. Не проводить каких-то переоборудований маломерных судов. Зачастую у нас судоводители, желая расширить, скажем так, полезное пространство на судне, убирают блоки плавучести, пренебрегая правилами безопасности. Это приводит к тому, что судно теряет свои характеристики остойчивости, непотопляемости, и в дальнейшем оно приведет к затоплению. То есть судно должно быть укомплектовано и исправно. Дальше. Во время движения на маломерном судне необходимо постоянно вести наблюдение за обстановкой. Сейчас после вскрытия река-то льда много несет топляка, который представляет опасность. В случае наезда судно может опрокинуться. А также самый, наверное, главный атрибут безопасности – это нахождение в спасательных жилетах всех лиц, находящихся на борту, который поможет в случае случайного падения за борту. Это обязательно. За что могут оштрафовать судоводителей? Административным кодексом предусмотрены ряд статей, ряд нарушений, за которые последуют соответствующие санкции. Это за нарушение правил плавания. Сюда входит несоблюдение навигационных знаков, несоблюдение установленной скорости, несения бортовых огней, а также за нарушение правил пользования маломерными судами. Это судно, если не прошло освидетельствование, иначе его называют техосмотр судоводителя. Управление судным лицом, не имеющим право управления, также передача права управления лицу, не имеющим права управления. И за управление маломерным судном, не зарегистрированным в установленном порядке, либо имеющим неисправности, с которыми эксплуатация его запрещена. А также за управление в состоянии алкогольного опьянения, ну и ряд других. Ну там как на дороге, то есть на реке как на дороге, такие же свои правила. Правила только водного движения. Мне кажется, даже серьезнее. Ну потому что там, мне кажется, опаснее, чем на дороге. Но все-таки, вот мы сейчас поговорили о мерах, сейчас поговорили о наказаниях, предупредили. Но лет это все-таки скоро. Обо всем поговорили, а вот не сказали о том, а где можно-то будет. Где можно будет освежиться, где можно будет искупаться. Ну я надеюсь, хотя бы на уровне прошлого года у нас будет 14 пляжей специально оборудованных. Они есть ряд муниципальных, есть ряд, где базы отдыха самостоятельно оборудуют. И купаться рекомендуем только на них. Если по территориальности, то вот пляж в Лунгепасе оборудуется, в Радужном, в Советском районе, в Белоярском. И есть пляжи в Кандинском районе и Нижневартовском районе. То есть вся работа по оборудованию пляжей ведется, поэтому не надо ничего придумывать. Просто приходим туда, где вам рады, где все подготовили. И наверняка какой-то, ну, плохой ситуации, скажем так. Без экспериментов. Да, без экспериментов можно обойтись. Ну что же, очень подробно, все понятно, готовимся к лету. Вам спасибо огромное, что пришли, что вы сказали. Доброго бодру утра желаем вам. В общем, прощаемся, с вами жуемся 2, 2,5 безопасно-водных минут. Дождитесь. Доброго бодру утра желаем. Доброго бодру утра желаем. Садится. Садится. Дентли. Дентли. Продолжение следует...